МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Глава государства ждет от нового парламента страны конструктивного подхода. Об этом Игорь Дадон заявил на первом заседании парламента 10-го созыва. Президент отметил, граждане Молдовы вне зависимости от их нахождения с надеждой смотрят на новых депутатов и задаются вопросом. А что дальше? Президент также напомнил, что за 27 лет независимости страна потеряла более трети населения, и оно продолжает убывать. Дальнейшая судьба страны, подчеркнул Дадон, зависит от действий политического класса и избранных депутатов. И все же, чего ждать и чего не ждать от нового состава законодательного органа? Поговорим с нашим гостем, доктором философии, историком и политологом Борисом Шаповалом. Здравствуйте! Здравствуйте! Наш диалог, нашу беседу хочется начать, напомнив вам вашу же цитату. Не так давно, в начале этого месяца, в одном из телеэфиров, вы сказали, это будет не парламент, а детский сад. Вот сбылось пророчество, на ваш взгляд, или, может быть, оно было несколько, ну, знаете, чересчур ироничным? Ну, в какой-то степени, действительно, оно было, может быть, ироничным, и эмоциональным, да, о том, что новый парламент — это детский сад. Но в какой-то степени, наверное, это и будет присутствовать. Почему? Потому что вот тот состав парламента, который был избран на выборах 24 февраля, отдельные его представители, ну, говорят, что вот они, наверное, видят свою депутатскую работу несколько, ну, несколько, скажем так, не совсем привычно, да. Вот для некоторых, я имею в виду, прежде всего, избирательный блок АКУМ, две партии под руководством Майи Санду и Андрея Анастасии, наверное, избирательная кампания не закончилась, насколько я понимаю, вижу. И по их действиям они настроены на какую-то конфронтацию, на какую-то вечную критику, хотя они давали какие-то определенные обещания своим избирателям о том, что они хотели бы выполнить. Но вот по их шагам на сегодняшний момент я этого не вижу. Я имею в виду, прежде всего, вот три политические партии. Они к первому заседанию сформировали свои фракции депутатские, 35 депутатов партия социалистов, причем партия социалистов депутаты сначала подписали общую декларацию, где они сказали, что быстрее они сложат свои депутатские мандаты, чем они изменят своим избирателям, партиям и так далее. То есть своим каким-то принципам. Не быстрее сложат, а они их точно сложат. То есть это какое-то публичное обязательство следовать какому-то определенному курсу. И потом они сформировали до заседания парламента свою фракцию. То есть я по первому заседанию, насколько я их видел, они настроены работать, серьезный такой деловой подход. То есть они, насколько я понимаю, готовы работать и выполнять те свои предвыборные обещания. Демократическая партия сформировала свою фракцию, 30 человек, возглавляет ее премьер-министр. Я не могу уже сказать, как он бывший или какой он, да. Будет он дальше, не будет он дальше. Это вот самая большая загадка, как будет сформировано большинство парламентское, кто возглавит новое правительство. Но во всяком случае Павел Филипп сегодня, не сегодня, а вчера возглавил депутатскую фракцию демократов. Вот. И партия Шора заявила о формировании своей фракции. Но здесь в то же время, смотрите, что вот насчет детского сада, да. Партия Шора уже успела отличиться двумя экстравагантными заявлениями. Первое заявление это самого лидера о том, что... Заявка на спикерство. Ну, я в нашей практике еще не видел, чтобы человек, которому светит возможный срок уголовный, да, становился спикером парламента. Ну, не знаю. Наверное, очень много амбиций, самолюбования, еще чего-то. Ну, напомнил о себе. Хотя месяц они как-то... Избранные депутаты с подвижники Шора не выступали. Ну, там вообще интересная ситуация. Я проанализировал состав этих семерых депутатов. Ну, ладно, Шор, да. Потом он учился вместе с Албат и с Мариной Тауберг. То есть они, типа, одноклассники в одном лицее логика учились. Лицей этот работал в учебном заведении, которое возглавляла апостол, да, вице-примар Аргеева. То есть там вот такая вот, типа, школа, кто кем руководит, непонятно. Ну, один бизнес-партнер и один его адвокат. Ну, вот эта вот парламентская фракция, ну, я для себя называю это так, организованная, ОПГ, организованная партийная группировка. Партийная группировка. Крепкая команда. Да, крепкая вот такая вот команда своих людей. Ну, и Марина Тауберг, естественно, она меня очень удивила своим вот этим экстравагантным заявлением. Из чего я делаю вывод, что в нашем парламенте шоу будет вот и со стороны блока АКУМ, да, и со стороны партии ШОРа вот с этой алюминиевой фольгой отделиться от АКУМа, потому что от них там и втуть унесет. Ну, буквально в смысле блестящее выступление. Ну, блестящее выступление, и это было, конечно, весело. Поэтому я предполагаю, что детский сад у нас будет. Мы будем еще видеть очень много каких-то хлопаний дверями, демонстративное покидание заседаний парламента, ультиматумы. Конечно, вы голосуете вот только так, иначе мы там еще что-то сделаем. Ну, вот создается вот такое впечатление. То есть, есть большая часть депутатов, конечно, как это видно, настроена на деловую серьезную работу. Ну, а часть, наверное, будет отличаться вот такими вот выходками. И меня очень огорчил один момент. Я думаю, не только меня. И этот момент не только огорчил, но и заставил задуматься и о некоторых политических процессах у нас в стране. И, вы знаете, заставил задуматься о том, что вот что у нас захвачено. Вот говорят, у нас захваченное государство, да, вот в 14-м или в каком-то году вот появилась эта фраза. Вот, или, ну вот смотрите, первое заседание парламента, а часть депутатов на первом заседании парламента отсутствует. Они находятся на консультациях в Европейском Союзе. Вы говорите о Майе Санду, и непонятно, где находящийся бывший спикер парламента Андриан Канду. Ну, Андриан Канду, да, но Майе Санду там сама не была. Там, по-моему, заместитель председателя партии Попшой был, если, да, вот еще. Вот, и здесь возникает вопрос. Один поехал, видимо, в одно место на консультации, на согласование. Второй поехал во второе место на согласование, на консультации. А может быть, они все вместе собираются и консультируются в одном кабинете в Брюсселе и договариваются о каких-то совместных действиях. И вот то, что представители блока АКУМ не заявили о создании единой фракции, единственной, то есть они не договорились, у них нет общей позиции, и единой фракции, видимо, не будет. Ну, тут сама логика, конечно, подсказывает, все-таки, две партии составляющие, что, ну, наверное, для них желательно было бы быть самостоятельными в рамках следующего политического процесса, и не зависит от своих партнеров, да, которым они, может быть, уже и не доверяют по каким-то причинам, создать две фракции. Ну, это еще должность председателей комиссии, заместитель председателя комиссии, секретаря, две машины, места в бюро парламента, в руководящем органе, ну, сами понимаете, то есть есть здесь и меркантильные вещи. Вот, и там, возможно, вообще-то и третья фракция у них. Почему? Потому что у них же были часть, они же потом после выборов распределили, да, эти мандаты в соответствии с пропорциями, вот 26 мандатов, большинство мандатов получается, как бы, от партии Майя Санду, ну, считайте, это одна фракция, потом идет фракция Андрея, ну, партия Андрея Анастасии, вот. И есть у них еще, там, по-моему, человек 7 еще, это, как бы, люди, которые шли по спискам их блока, но они, как бы, не в партии Санду, не в партии Анастасии. Гражданское общество? Ну, вот, там, несколько бывших либералов, да, несколько, там, вот, из других, вот, представителей. Вполне возможно, что это, возможно, еще третья фракция каких-то независимых. Ведь у нас фракция по регламенту парламентскому, это 5 и более депутатов. То есть у них вполне может быть 3 или, ну, скорее всего, 2 фракции. И, наверное, они по-разному будут смотреть на многие вопросы. Наверное, они уже разделятся в данной ситуации, если Майя Санду поехала на консультации. Ну, опять-таки, этот факт говорит, что она не самостоятельный политик, она управляемый политик. То есть она конкретно поехала или в чем-то убеждать хозяев бюссельских кабинетов, да, чтобы они оказали давление, скажем так, на демократов. Или же она туда поехала по приглашению для того, чтобы на нее оказывалось давление. И ей говорили, что вот проевропейский вектор для нас самое главное. Забудьте о борьбе с олигархическим режимом. Да, он всем не нравится. Но вот нам надо соблюсти и создать вот это так называемое проевропейское. А по-настоящему, давайте смотреть правде в глаза, антироссийское блок, союз, который будет управлять Республикой Молгова. Но это та реальность, которая есть. Вот поэтому, возможно, мы будем свидетелями того, что блок расколется, часть пойдет на союз с демократами, там не хватает 11 голосов. И часть как бы останется в проевропейской оппозиции, ну, для того, чтобы выполнять свою роль, то, что они делали. Я, скорее всего, склонен именно вот к такому развитию событий на сегодняшний момент. К сожалению, из того, что я увидел на первом заседании парламента. Но ведь то, что вы говорите, как раз и демонстрирует определенную, знаете, и человеческую, и политическую незрелость. Потому что, невзирая на возраст этих депутатов, тем не менее, мы наблюдаем их несамостоятельность, неготовность принимать собственные решения, брать на себя ответственность, и политическую ответственность, и человеческую, опять же. Почему об этом заговорил? Ведь, смотрите, президент назвал пять приоритетов для сохранения страны и народов. Он говорил законодателям о том, что необходимо восстановить доверие граждан к власти, к институтам государства. Нужен качественный экономический скачок, реальный, ни на бумагах, ни в цифрах, ни на телеэкранах, где вдруг неожиданно вырастают зарплаты, а люди, в общем-то, это не ощущают никоим образом. Есть очень сильный массовый запрос на социальную справедливость в государстве, укрепление государственности и территориальная реинтеграция Республики Молдова. Об этом тоже говорил президент. И также говорилось о том, что Республика Молдова – это многонациональное государство. И сохранить это многонациональность – это и, в общем-то, отчасти сохранение самого государства. Ведь, как вы думаете, вот эти пять задач, которые видит сегодня президент страны в качестве таких основополагающих деятельностей законодателей, вот готовы разделить депутата парламента в той или иной мере, взять на себя ответственность по реализации вот этих пяти задач? Или же опять мы будем видеть вот этот вот парад индивидуализма и конфронтации? Вы знаете, очень сложный вопрос. Он состоит из нескольких составляющих. Ну, вы знаете, вот эти основные направления, те, что Игорь Николаевич Дадон обозначил в своем выступлении. Кстати, это было первое его выступление в парламенте за два с половиной года мандата. Я думаю, что, наверное, президенту надо как бы чаще использовать. Почему? Потому что к его выступлению действительно было приковано внимание. И эти основные моменты он сразу же обозначил после выборов 24 февраля. А помните, он на второй день вышел, и он, ну, может быть, не так дословно, да, но приблизительно вот эти же пять факторов моментов президент обозначил. Действительно, они очень важны. И действительно, они могут послужить основой для формирования и парламентского большинства определенного, и, соответственно, формирования правительства и выработки программы этого правительства, которая будет создана. Но я хотел бы сделать несколько акцентов на том, что говорил президент. Он тут говорил о доверии государственным институтам. Он подразумевал, прежде всего, работу государственных институтов на пользу человека. Продолжение реформирования юстиции нашей молдавской, где есть большие проблемы. Да, ее сколько реформируют, уже лет 9, а результата нет. Взятки, эти неправомощные судебные решения и много чего другого. И это подразумевает борьбу с коррупцией. Но для того, чтобы бороться с коррупцией, недостаточно охватать врача-взяточника или какого-то адвоката, или наркоторговцев и так далее. Надо, прежде всего, решить вопрос с политической коррупцией. У нас вот в этом проблема. Здесь никто этим не занимается. Ведь так не нашли за 4 года тот украденный миллиард, который открыто украли. И все прекрасно называют и западники, и кровь. И он не мог самостоятельно вдруг раствориться где-то. Да, имена и многие другие вещи. Но никто еще не понес за это наказание. Теперь, скачок экономический. Скачок экономический невозможен без сотрудничества с евразийским направлением, без сотрудничества с Российской Федерацией, без сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. И президент это подчеркнул. Да, у нас вот хорошо есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом, но у нас есть и беспорченная торговля со странами СНГ, в том числе с Российской Федерацией. И этот момент тоже очень важен. Почему? Потому что вот то правление, которое было до этих парламентских выборов, оно было точно заточено только проевропейское, прозападное и больше никаких вариантов, что нанесло громадный ущерб нашей экономике. Вот сегодня благодаря президенту с каким-то трудом восстанавливаются торговые экономические отношения и связи с Российской Федерацией, но они должны быть более активизированы, если мы хотим сделать этот экономический скачок. И мне понравилось вот, что еще как-то очень отдельно прозвучало у президента, вот такая мысль, он как раз с этим скачком связан, о внешнеполитическом векторе развития Республики Молдова, о том, что это должно быть, вот у него так дословно и прозвучало, не про европейское правление, не про российское правление, а это должно быть про молдавское правление, и во главе угла должны быть наши национальные интересы. Ну вот приблизительно, может быть я чуть-чуть что-то исказил, ну вот мысль президента, я считаю, что это главная центральная мысль, его посыл, вот его короткого обращения к депутатам, что они должны делать. Почему? Потому что от этого зависит и экономика, от этого зависит и та социальная сфера, о которой вы сказали, потому что у нас действительно проблемы социальной несправедливости, они вытекают опять-таки из экономического фактора, из-за плохо или, скажем так, искривленно работающей юстиции нашей молдавской, потому что у инвесторов нет доверия к молдавским судам, да, все же знают этот знаменитый ландромат, дело, когда миллиарды выводились из России через молдавские банки, через всю эту юридическую схему, ну пострадал там какой-то судья, там, ну кого-то там еще там заход взяли, но по большому счету ведь вопрос остался открытым тоже, тоже, да, и это опять же вот это же правление, которое было, да, демократы говорят, мол, тогда Филат был у власти, вот, при ландромате, да, ну подождите, вы вместе составляли это правление, вы были вместе с либеральной партией, с демократической партией, вы несете точно такую же политическую ответственность за эти действия, вот, поэтому, ну и прозвучало у Игоря Николаевича, конечно, ну он, во-первых, выступил и на молдавском, и на русском, да, у него была часть выступления, вот, что мы многонациональная страна, что мы должны учитывать особый статус и роль русского языка, как языка межнационального общения, вы знаете, вот мне как русскому, да, гражданину республики Молдову, вот такой подход главы государства импонирует, нравится, мне, я, я испытываю уважительное отношение главы государства по отношению ко мне, рядовому гражданину, с учетом, вот, и я думаю, что украинцы, гагаузы, болгары тоже, и представители других национальностей тоже, вот, восприняли выступление президента вот таким образом, вот, казалось бы, мелочь, вот, казалось бы, вот, да, но она затрагивает какие-то чувства души и заставляет задуматься о многом. Ну, вот, но здесь возникает большой вопрос, вот все это было все очень хорошо, но ведь ваш главный-то вопрос заключается не в том, насколько значимо то, что сказал президент, а вот итог, результат, готовы ли другие депутаты. По действиям блока КУМ я вижу, что нет, потому что, ну вот, главный их посыл, они шли на выборы, они говорили, мы против олигархического режима, мы должны смести режим демократической партии, вот, это наша главная цель, мы получим власть, мы примем такие законы, мы на... все, выборы состоялись, ребят, все, митинги закончились. Партия социалистов делает предложение кому? Она больше никому не делала предложение, она сделала предложение именно блоку КУМ. Причем не единственное. Мы тоже шли на выборы с таким же посылом, мы тоже критиковали этот олигархический режим, но и вы тоже это делали в обращении партии социалистов, там еще было четко ясно сказано, мы вместе с частью блока, мы с некоторыми политиками проводили совместные акции протеста, мы вместе проводили митинги, то есть у нас очень много общего, давайте сближать свои позиции, давайте встретимся, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Понимаете? Но я вижу, что в блоке, вот, и у Сандо, и у Настаси, вот эта идеологическая зашоренность, вот это искусственное деление общества на проевропейцев, типа, западное это все хорошее, а вот прорусское, оно типа что-то вот там страшное, да, вот нехорошее. Но это вообще, да, не доевропейский, это вообще, вот это детский сад, вот это политическая глупость, вот это непонимание того, что Россия это величайшая держава мира. Сегодня четыре великих объединения держат мир на этой планете. Это Российская Федерация, обладающая самыми большими ресурсами природными на планете, самой большой территорией. Это Китай, обладающий самым большим количеством населения и экономикой, которая сегодня практически сравнялась с экономикой Соединенных Штатов Америки. Это бесспорно Соединенные Штаты Америки великая держава. И это Европейский Союз. Да, он сегодня сборный. Да, там много своих внутренних противоречий. Но с экономической точки зрения, с политической точки зрения мы находимся под его влиянием и действиями. И это надо учитывать и понимать. Но вот до наших молдавских политиков, определенной части, и до тех же демократов, к сожалению, тоже, не доходит, что не может развиваться эта земля, этот народ и эта страна на конфронтации постоянной. Запад, Восток, Россия, Европейский Союз. Постоянно на разрыве находиться невозможно. Постоянно на разрыве и так далее. Но вот встаньте ногами на два стула. Но в конце концов ноги начнут болеть, они начнут дрожать, и вы упадете. Вот некоторые говорят, что вот это вот, поэтому мы должны выбрать один вектор. Да нет, не один вектор мы должны выбрать. А мы должны использовать одну и вторую возможность не стоять на стуле, а сделать, как платформу использовать. И сделать фундамент нормальных отношений, в котором сказать, да, Европейский Союз, вот мы принимаем эти ценности. Нам это близко. Может быть, чуть-чуть скорректируем, давайте там экономическую часть этого соглашения, да, хотя мы ее не выполняем. Вот, но у нас есть интересы и в той восточной стороне. Вот Российская Федерация, видите, я не слышал ни одного высказывания Путина, я не слышал ни одного высказывания каких-либо российских руководителей, которые вы говорили, о, не, молдаване, вы только с нами, мы вам запрещаем с Европейским Союзом. И речи быть не может. Они спокойно говорят, это выбор молдавского народа. Как вы решите, да, но учитывайте наши интересы тоже. И вот у Игоря Николаевича как раз здравый подход. А интерес состоит, в общем-то, в защите внутреннего рынка России от рейс-спортов, от некачественной продукции. А для нас это вопрос нашего выживания, это вопрос защиты наших рабочих мест и наших производителей, мы сельскохозяйственная страна. Ну, не будет Европа открывать свой сельскохозяйственный рынок, да вообще любой другой рынок для того, чтобы нам. Но смешно, чтобы правительство Франции сказало, ну, давайте будем пить молдавские вина. Понятно. А испанцы вынуждены из-за затоваренности помидорами проводить какие-то там игрища. Да, и давайте мы теперь пустим, вот там конкуренты молдаване появились, вот давайте мы их пустим. Нет, и мы должны понимать, что наши рынки, именно вот сельскохозяйственная часть, они находятся там в Российской Федерации. И россияне говорят, мы готовы вам давать ежегодно. Не давать, а вкладывать ежегодно миллиард инвестиций. Ну, берите и вкладывайте. Не доходит, понимаете. И вот, конечно, участие депутатов и в демократической партии, но там, наверное, это меньше присутствует. И вот у блока АКУМ, вот это вот какое-то антисоветское, антироссийское, им постоянно снится Сталин, им постоянно снится, что вот сейчас Путин придет, им оденет наручники и погонит в далекую Сибирь. Но никому они не нужны, не в далекой Сибири, они тут нашему народу по большому счету, как видим, но часть за них проголосовала, мы не можем так сказать, обидеть этих людей, которые голосовали. Но то, что они им пудрят мозги, обещали на выборах одно, а здесь другое. Ну, хорошо, не нравятся вам социалисты, ладно. Не нравятся они, по каким-то идеологическим рецептам. Ну, вам же демократы уже два раза предложили. Демократы сказали, слышь, ребят, возьмите пример министра себе. Слушайте, вот вы правильно говорите, им власть не нужна, потому что это надо брать ответственность и отвечать. Хорошо сидеть в кустах или где-нибудь на трибуне с микрофона, вот теперь они получили парламентскую трибуну. Бить в грудь и кричать, вот мы правильные, хорошие европейцы. И ничего не делать. Ну, вас туда не для этого избрать. Конечно, вот мне это, еще раз говорю, мне это не нравится, мне это непонятно. Я считаю, что вот это будет мешать работе нашего парламента. И, к сожалению, практика, опыт показывает, что наши политики договариваться не умеют, а договариваются только тогда и на время, когда им выкручивают руки или американцы, или европейцы. Ну, помните, до анекдотов доходило. Прилетали какие-то европейские эмиссары в аэропорт, вызывали этих трех лидеров проевропейского правления, либералов-демократов, либерал-демократов, в аэропорту, давали там инструкции, они там принимали решения. Ну, конечно, мы захваченное государство. Но мы захваченное государство не только олигархическим режимом, мы захваченное государство европейской бюрократии, и это надо признавать. Мы сегодня, я не могу использовать это слово колония, в прямом смысле этого слова, но то, что мы сегодня полуколония Европейского Союза, абсолютно бесправное, это однозначно. Потому что от нас требует того-того-того. Магарини, Европейский Союз, она заведует внешней политикой. Мы будем за вами строго следить, мы будем строго за вами наблюдать. Как вы формируете это правление правительства? Конечно, это ваши вопросы вы внутри решаете. Но подразумевает, что мы вам денег не дадим, если вы неправильно решите. Вот поэтому Майя Санду со своими друзьями сидит там. Я уверен, Андрей Анастасий поедет, наверное, в другое место. Вот у них 10 дней есть по закону до формирования фракции. Ну вот сейчас им будут пудрить мозги, выкручивать руки. Кто знает, какие еще амбиции вынашивают эти люди? Выборы в Молдове это постоянный процесс. Надо реально смотреть на политическую ситуацию. Да, конечно же. Я не скрывал никогда, я не скрываю. Да, я человек левых взглядов. Да, вот я вчера смотрел на эту картинку на экране. Смотрю, вот сидит президент, нормально. Вот сидит Смирнов, социалист, ведущий заседание. И вот Зинаида Петровна Гречана и выступает как представитель фракции. Вот для меня это и было. Президент, председатель парламента и председатель правительства. И я уверен, что был бы порядок в стране, и очень многое, что бы изменилось. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. К сожалению, так проголосовал избиратель. С этим надо жить. Значит, надо уметь договариваться. Надо идти навстречу. В этом и заключается искусство политики. Ну, хватит бить себя кулаком в грудь. И хватит гражданскую войну очередную устраивать на земле. Ведь в послании президента четко и ясно прозвучало. Мы потеряли треть населения за 27 лет. И продолжаем терять дальше. Да, конечно. 106 человек ежедневно ежедневно покидает нашу землю. Ну, это страшно. Безвозвратно. Да. Ну, вот вчерашнее заседание парламента оставило, в общем-то, нам не только эти вопросы, которые мы с вами обсудили. Например, вчерашнее заседание, такой второй случай за долгие годы, когда парламентское большинство не было сформировано на первом заседании законодательного органа. И вот пока неизвестно, как снова соберутся и как это все может дальше происходить. Ну, 10 дней минимум. Да, 10 дней минимум. Но я думаю, что к середине апреля Станислав понесет договариваться. Первый. Не, ну, уже может договоряться. Первый. Но помните, в 2014 году, тогда же, по-моему, полтора месяца Смирнов вел эти заседания, там тоже не сразу они как-то определились. Хотя у них особых разногласий тогда не было. А сейчас тут разногласия гораздо большие. Ну, тогда, в общем-то, хотелось разделить больше, мне кажется. Потому что здесь сейчас делят проблемы, а тогда делили возможные доходы. Поэтому было за что побороться. Миллиард. Миллиард делили, миллиард делили. Миллиард делили, который в перспективе должен был быть уведен. Вот они так делили, делили, что кто-то в тюрьме, кто-то под сроком, но сидя в депутатском, скучая в депутатском кресле, покачиваясь хорошим кожаном покрытие этого кресла. Но, тем не менее, ведь для наших с вами сограждан, для нас с вами, в общем-то, остается открытым вопросом, а что дальше? Понимаете? Это, видишь, наверное, все-таки главная интрига дня. Ну, дальше, Станислав, я, наверное, это самое неблагодарное дело, вот которым я занимаюсь в последний месяц. Все задают возможные сценарии развития событий. Мы с вами тоже уже, по-моему, на эту тему общались, да, с сценарием. Ну, вот месяц мы ждали. Ну, вот пришли в парламент, опять не готовы, опять не сформировали парламентское большинство, нет председателя парламента. Секновенный вопрос, чем мы занимались? Да, месяц, да. То есть месяц не договаривались. Теперь у них, ну, теперь они могут три месяца ничего не решать, да, ну, потом автоматически новые выборы. Вот. Но я думаю, что им не дадут три месяца скучать. Я уже сказал, что у меня первый вариант, и он на сегодня, для меня, к сожалению, это основной вариант. Сегодня он, мне видится, что не случайно сам был в Брюсселе, не случайно вот все эти действия происходят. Поэтому я думаю, что Европейский Союз будет оказывать, на социалистов они оказать влияние не могут. Шор, лицо со своими друзьями, однокашниками, лицо зависимое, над ним висит уголовный срок. Как судья скажет. Как судья скажет, да. А судей кто? Да, а судей кто? А как скажет судья, мы очень хорошо уже знаем в нашей стране. Вот. Поэтому все они будут плакать слезами, но скажут, что мы за европейский вектор голосуем, и все страшно. И три независимых, которые оказались не независимыми, а демократами, депутатами чистыми. Ну, во всяком случае, они примкнули. Пусть официально не примкнули, да. Но потенциально они заявили, что они будут голосовать, и тут же не обязательно войти в эту фракцию, да. Это, может быть, и не надо, там, изображая себя этого независимого, но если он уже заявил, что для меня про европейский вектор, ну, я имею Александра Ленинка и вот этих, да, вот остальных, что... За которых проголосовали в Приднестровье. Ну, мы знаем, как они проголосовали, поэтому вот эту скорбную вещь опустим в избирательной кампании, которая произошла. То есть вы видите формирование очередного альянса за евро. Да, я вижу очередного альянса. Если это не будет сформировано, ну, здесь остаются, ну, здесь какие есть варианты. Первый, это основное, то есть проевропейское, вот это правление новое, создается частью блока ОКУМ и демократами, этими так называемыми независимыми Шором. Вот. Второй вариант, что они по каким-либо причинам не договорятся, это досрочные выборы. Досрочные выборы возможны и в случае, если, ну, президент четко и ясно сказал, что если будет это, вот почему и фракции, наверное, ОКУМ еще не сформировано, что если это будут фракции, политические партии договариваются с Друзовым, он это принимает и любое предложение, он выполнит свои конституционные обязанности, он предложит премьер-министра и так далее, да, то есть он прислушается к ним. Но если это будет тот политический подкуп, который был вот в прошлом составе парламента, то президент сказал, что я веду дело к досрочным президентским выборам. Досрочным парламентским выборам. Почему? Потому что, ну вот здесь, это второй вариант досрочных выборов, но он может быть или по этой причине, или по этой причине. теперь, если по каким-либо причинам блок не, блока коми, демократы, в итоге как-то у них не сложится, кто-то кого-то не купит, кто-то куда-то не перебежит, вдруг ему ночью ангел во сне не явится, и он сразу поменяет свои взгляды, да, вдруг это не произойдет, но тогда, и тогда остается вариант, ну, демократы и социалисты, а почему и нет. Такой вариант возможен. Его никто сегодня по большому счету не обсуждает, об этом не говорят, но это как один из возможных вариантов, он присутствует в этом. Не будем эту тему разбивать, потому что ни одни, ни вторые об этом как-то не заявляют. Не заявляли, не озвучивали. Не заявляли, поэтому бесполезно на эту тему сегодня говорить. Будет такая ситуация, возникнет, ну, будем анализировать, будем говорить. А пока вот яркие моменты, это вот проевропейское правление или это досрочные выборы. Жизнь покажет, куда мы повернем. Ну, вот эта вот неопределенность парламенте, вот эта неясность, перспектив десятого созыва, парламента десятого созыва. Ну, да, переименовавший. Да, ведь смотрите, затрагивает, ну, помимо прочего, целый ряд проблем. То есть непонятно, что сегодня у нас будет в социальной сфере. Во-первых, надо выполнять обязательства перед бюджетниками, перед комиссионерами. Непонятно, что будет во внешней политике, потому что здесь тоже не ясно, какой вектор станет стратегическим. Зависают сразу вопросы с Приднестрой. И ведь я это все увязываю, например, ну, в таком, знаете, ну, вот, если не удар, то, во всяком случае, вот, перевод в подвешенное состояние. Вот прекрасная, мне кажется, инициатива президента страны вот создание такого большого пакета для Молдовы, которого он озвучивал на встречах за пределами государства, где по замыслу... Да, на конференции в Мюнхене, в Азербайджане, да, где по замыслу Игоря Николаевича Додона, там включены три пункта, предлагается разработка концепции для Молдовы реального наполнения стратегического партнерства как с Россией, так и со странами Евросоюза, или в целом с Евросоюзом, по принципу вот, и, и, а не или, или. Затем, согласование параметров модели Приднестровского, регулированное, опять же, тоже в формате 5 плюс 2, так сказать, активизировать все эти процессы для того, чтобы, в общем-то, решить уже просто, знаете, как бы, до катастрофического уровня накопившаяся социальная проблема в самом Приднестровском регионе, в общем-то, и в Молдове в целом тоже. И третье, это концепция международного признания нейтралитета Республики Молдова как одного из, знаете, государства, образующего элемента. Ведь, например, если признан наш нейтралитет, мы уже не являемся вот таким, такой щепкой в вихре геополитических игр. У нас нейтралитет, мы не участвуем в этих вот геополитических разборках, мы являемся площадкой, где как раз можно будет решать вопросы. А это есть фундамент для такого мостостроения геополитического, для реализации этого проекта, государственного проекта Республики Молдова. Вот это вот печально, потому что проект интересен, проект это, как бы, знаете, реальные шаги, реальные предложения. До этого все вот предыдущие 10 лет никто не предлагал какого-то видения развития Республики Молдова как государства. В каком его виде? Да, цельного государства. Ой, Станислав, у вас что не вопрос, что докторская диссертация. Знаете, к сожалению, вот из того, что говорил президент, если вот будет вот тот вариант, так скажем, очередного проевропейского правления, вот сборного блока, так сказать, части Акумовцев и демократов, значит, будет ярко выражен антироссийский вектор. И ты примкнувшись, в общем-то... Ну, демократы сами по себе много чего тут натворили. И запретом там передачи на русском языке и с высылкой пяти дипломатов российских, и помните эта история с Рогозиным, и присоединение к антироссийским санкциям каким-то там и все остальное. Тут они наворотили, плюс били себя кулаком в грудь. Помните, в Соединенные Штаты ездили и Канду, и Филипп, и Плохотнюк, и как мы будем американцев учить, бороться... Да они не скрывают это. Они говорят, все эти проблемы с Российской Федерацией это наше засловно. А кумовцы? Нет, это все, это зашорены, извиняюсь за это выражение, это антироссийская зомби. С моей точки зрения. У них есть пунктик, и вот они его отрабатывают. Естественно, вот тогда вот эта программа, Игорь Николаевич ее предлагает, она предполагает, что у власти будут находиться какие-то государственники, которые будут исходить из национальных... Программа предусмотрена на несколько лет, это не сиюминутная программа. Да, это не сиюминутная, это среднесрочная перспектива, там, пять лет, ну, допустим, я не сильно оптимист вот в решении вот таких глобальных геополитических проблем, а в Приднестровье уже не наша личная проблема, а геополитическая. Вы посмотрите, сколько тут игроков больших пытается как-то влиять на эту ситуацию. Но ведь как раз, если затронули мы этот момент, это ведь как бы программа для того, чтобы перенести вот этот механизм и на реализацию тех вот вопросов или тех проблем, которые в соседних странах, опять же, возникли. И можно вот смотреть, как удалось здесь разрулить, давайте мы точно так же решим. Так, почему Дадон и говорит, вот он много встречается и с российским послом, и с американским послом, да, и с послами других стран Евросоюза, он говорит, вот давайте попробуем на нашем опыте. Вот мы транзитные территории, территории. Вот давайте посмотрим, чтобы Молдова действительно была историей успеха. Но для этого нужна политическая стабильность, это первое. Второе, это мы должны соблюсти полный нейтралитет Республики Молдова, иначе тогда будет перетягивание одного каната проевропейско-проамериканское и пророссийское. И мы становимся вот на этот геополитический мостик, где у нас начинаются проблемы. Нас просто кто-то будет использовать, или одни, или вторые. Вот, конечно, сложно от этого уйти, но у Дадона вот это разумное предложение, оно как раз позволяет именно уйти от этого. Но для этого должны быть к этому готовы депутаты. К сожалению, если будет такая форма, я не вижу вот быстрого, да, вообще я не вижу тогда этот вопрос зависает на на очередные четыре года. Если же будет как-то этот парламент переформатирован, потому что у демократов есть ряд там, много здравомыслящих все-таки депутатов и людей, которые были раньше и в Компартии, были другие, то есть у них немножко другие взгляды есть, да, может быть, в другой конфигурации этого парламента это можно было. Вот если будут досрочные выборы, да, и там сложится другое соотношение голосов, которое заставит искать вот компромиссы, в том числе и в этих вопросах, то возможно тогда вот этот проект, большой пакет, вот тот, который предлагает Игорь Николаевич, он сыграет свою роль. А когда у нас в парламенте будут вот эти сегодняшние представители, которые сами конфронтируют друг с другом, да, не могут договориться и показывать свою хроническую недоговороспособность, я не думаю, что тогда вопрос преднестровского регулирования будет идти очень активно. Плюс, если бы социалисты были бы у власти, они бы жестко выдерживали вот эти принципы политического, вот, скажем так, суверенитета и нейтралитета, и это можно позволило решать как-то преднестровскую проблему. А если остается вот это правление, которое будет под, скажем так, нажимом и влиянием американцев, то, что сегодня есть у демократов, то и будут продвигаться интересы НАТО, мы видим, что НАТО, мы нейтральная страна, но НАТО к нам уже по-полному залезло. Вот мы уже какие-то оружейные склады для боеприпасов во Флорештах там они нам ремонтируют. А как бы это не было для того, чтобы перевезти из Приднестровья нам сюда вот этот смертоносный груз, да, вот, американцы таким образом будут выдавливать Российскую Федерацию отсюда, типа, а, давайте, вот перевезем сюда в Молдову, пусть они здесь хранятся, тогда что российским там войскам находиться. Это далеко идущий план. Казалось бы, склады они ремонтируют, казалось бы, они там полигоны ремонтируют, но это все делается по натовским стандартам и так далее. Это, конечно, вызывает раздражение у россиян, но оно естественное, потому что сегодня есть открытое противоборство геополитическое на этом пространстве. Борис, совсем времени не осталось, политика так увлекает нас вами, что мы выговариваем практически все эфирное время. Ну вот я хотел бы вас вернуть сейчас в этой части программы, точнее, в эти последние минуты нашей беседы вернуть вас к событиям в 75-летней давности. Весна 2019 года нас возвращает на 75 лет назад к весне 1944 года. В эти дни буквально наша общественность отмечает дни освобождения молдавских городов. И мои коллеги сейчас выезжают в те города, делают репортажи о том, как это проходило, как отмечают горожане освобождаемых городов. Спустя 75 лет чтят память павших за свободу в той самой, наверное, кровопролитной битве человечества за свободу от вот этой коричневой нечисти, от фашистского ига, которая, ну смотрите, вся Европа была под фашистами, дошли до Москвы, и только благодаря вот воле советского народа сумели, наверное, развернуть историю с 5, практически все иначе бы развивалось. Фактически так, И к тому же вами была написана интересная книга, правда, Великой Отечественной, вы ее писали в соавторстве с уважаемым мной Виктором Гайчуком, и вот буквально уже под занавес несколько слов, вот чем все-таки эти события настолько, ну вот, должны составить след в душах в граждан Республики Молдова, и как суметь сделать так, чтобы закрепить, ведь смотрите, 75 лет, и мы делаем какие-то особые открытия, мне удивительно, когда мои молодые коллеги начинают для себя открывать, в общем-то, те страницы, которые мне известны априори, слава богу, что они делятся, слава богу, что это происходит, но тем не менее, это вызывает и тревогу о том, что вот эта часть истории нашего народа выдавливается, максимально выдавливается из учебников, из сознания, из душ людей. Дело в том, что все, что связано с Великой Отечественной войной, оно действительно искусственно выдавливается, фальсифицируется в силу определенных там причин, мы об этом говорили на многих наших прошлых передачах, я думаю, будем много говорить и в этом году, когда они будут посвящены полностью, скажем, вот этой теме, потому что вот так сейчас въехать в эту тему несколько минут, это, наверное, и телезрителям не будет понятно, и нам не сильно интересно, вот, но эта проблема существует, она есть, почему для нас это значимо? Вы знаете, мне как-то этот вопрос задали американские специалисты, историки и социологи, они сказали, Борис, что вы там носитесь вот с этой победой вашей и все остальное, что это вам дает? Я им ответил ну по-следующему, я говорю, слушайте, я у вас стажировал в Соединенных Штатах Америки, и вот сколько вы с этой вашей гражданской войной носитесь, мы, наверное, да, 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 почему? Потому что для вас это значимо, для вас это было больно, для вашего народа, и вы до сих пор это помните, там 60-е годы, 19-го столетия. И причем это не война коренного населения, а каких-то иммигрантов на территории. Да, так в том-то и дело, то, что они почти истребили всех индейцев, это уже совершенно другой вопрос, сегодня весь мир учат демократии, вот, а для нас, извините, как мы об этом можем не говорить, из 56 миллионов погибших в годы Второй мировой войны, 27 миллионов это наши граждане, из них 18 миллионов это русские, но извините, целенаправленно уничтожался этот народ, целенаправленно шла война, ведь нацизм это не игрушка, это концлагеря, это газовые камеры, это печи, это крематории, это страшные вещи, как можно это забыть, понимаете, когда это пытаются сегодня возродить и во многих, ну, по многим каким-то моментам, ну, смотрим он, соседние страны, не будем называть, да, наши вроде братские народы, а что происходит, там легионеры в Прибалтике маршируют, на Украине свободно эти со свастикой ходят, есть тут масса вопросов, у нас много проектов, вот я, наверное, мы с вами встретимся через какой-то период времени, потому что я сейчас работаю по заданию Национального Координационного Комитета Победы и Союза Офицеров над такой темой, нам надо окончательно поставить точку над вопросом, который не решен 75 лет со дня Великой Победы, сколько наших земляков, соотечественников, героев Советского Союза и кавалеры полного ордена Ордена Славы, которые приравнены героям Советского Союза, я сегодня могу сказать, что их 25 с полной ответственностью за свои слова, плюс два человека, значит, было у нас 19 героев Советского Союза и 4 полных кавалера Ордена Славы, сегодня мы нашли еще двоих наших земляков, один из Слободзея, один цыганка Кантемировского района, которые были забыты несправедливо, по различным политическим каким-то другим причинам, место рождения, еще что-то, национальность, ну, в общем, были такие моменты, откопали, нашли, решили, что в апреле проводим под гидой президента заседание Национального Координационного Комитета, признаем официально, ставим им стелы на мемориале, ну, с полным уважением к тому, что сделали эти деньги. Конечно, конечно. Борис, спасибо. Итак, 25 человек. Понял. Борис, спасибо, обязательно вернемся к этой теме, я вас вот сейчас официально уже говорим с вами дату. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу, думаю, нашим зрителям было интересно поразбираться во всем том, что происходит и в парламенте, и в сердцах, и душах депутатов, если так можно сказать. И вам спасибо за то, что даете возможность высказать свою точку зрения. Всегда готов. На этом хочется закончить нашу программу, но закончил бы я, наверное, все-таки цитатой президента страны Игоря Николаевича Дадона. Уважаемые депутаты, в заключение хочу обратиться с пожеланием. Ничто не вечно, особенно в молдавской политике, поэтому призываю вас не впадать в грех политического высокомерия. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин